Автандил Аджинджал назначен на должность директора департамента экономики и транспорта администрации города Сухум. Такое решение путем тайного голосования вынесли депутаты Сухумского городского собрания. Аджинджал, в свою очередь, поделился планами. Связаны они с городским транспортом и рынками. Уже ведутся переговоры по установке, по покупке и установке подсчета пассажиропотока на дворских автобусах. Пока процесс на уровне переговоров, на уровне договоров. Помимо этого, еще по поручению главы администрации идет разработка, задумка производственных площадей. Наиболее перспективные на этих площадях организовать какие-то предприятия, которые нужны городу. Бесланэш бы также поделился своими планами по оптимизации доходов и расходов столицы. По его словам, в ближайшее время администрация города вынесет предложение о повышении коммунальных тарифов. По мнению мэра, это необходимо, чтобы коммунальное управление справлялось с возложенными на него функциями. Однако повышения доэкономически обоснованных цифр не будет, так как это невозможно на его взгляд. Для того, чтобы немножко подправить, не немножко, ну так, я даже не скажу существенно, но приличным образом подправить состояние дел автобусного парка, троллейбусного управления, значит, МУПа благоустройства, которое занимается сбором и вывозом мусора, и обслуживанием парков, скверов, садов и так далее. Поэтому, я вот как-то до этого озвучил, попробовать пересмотреть, значит, тарифы и по линии ЖКХ, в том числе, разумеется, это водопровод, канализация и так далее. Поэтому к следующему заседанию, когда вы будете готовы, если вы не возражаете, мы уже в готовой форме вам их представим к рассмотрению. Доходом, значит, он составляет сумму дохода 1,619,656,2 тысяч рублей. При плане 1,447,522 тысячи 400 рублей, что составило 111,9% выполнения. То есть, практически по всем видам налоговых платежей, ну, в общем, скажу, значит, у нас 98,9% доходная часть состоит именно из налоговых платежей. И вот эти там 1% он составляет не налоговые платежи, это вот то, что занимается наше экономическое дело, аренда, там, госпошлина, лицензия, патентные пошлины, вот это все. По всем видам налогов плановые показатели были выполнены. Еще два вопроса касались организации транспортного движения по улице Фазилия-Искандера и на перекрестке между улицами Дзадзария и Бегуа. Эти вопросы вызвали споры и были отложены для обсуждения в ходе заседания комиссии. Мария Накутова, Абаза ТВ.